Друзья, приветствую! Евгений из Калининграда прислал 5 образцов масла. Это у нас Матюль 8100 XS GEN2 540. Произведено в Италии сентябрь 22 года. Точно такой же Матюль, произведенный во Вьетнаме. Видно, что итальянский потемнее чуть-чуть. Сравним итальянский и вьетнамский. Следующее масло это у нас Матюль XCLEEN 530 бельгийский январь 23 года. И такой же Матюль вьетнамский. Здесь такая же картина. Вьетнамский побледнее. Пятый образец это отработка XCLEEN плюс европейская. Сейчас покажу вам. Вот описание. Сравнить европейские с вьетнамскими. Проверить отработку. За эталон европейский образец. И описание. Это BMW X6. Трехлитровый дизель X-Drive. 450 тысяч километров. Серьезный пробег. Одиннадцатого года. Пробег на масле 8,5 тысяч. На этом масле провернуло шатунный вкладыш. Средняя скорость 40. Моточасов 270. Интересно. Так, я так полагаю, что вкладыш заменен уже. Вот я начну с сороковочки. Я уже подписал. Сейчас создам эталон. Сравню. И покажу вам результаты. Не переключайтесь. Результаты готовы. Предлагаю оценить их. Матюль, данный Матюль. Посмотрите, максимальное совпадение. 99,17 по Shell Helix Ultra ECT C3 и ZIG X7 530 тоже C3. Миние процента отличия. Кстати, Daylook Oil German Car. Значит, 0,20 недалеко, скажем так, ушел. Я думаю, что это говорит о базе. Что здесь в основном преимущественно гидрокритинговая база у Матюля. Так, давайте посмотрим по область спектру, по которой можно оценить базу. И смотрите, здесь данные Матюль, Ravino VSW 030 и Syntec Platinum. Они полностью совпадают. Вот, вне всякого сомнения, это гидрокритинговая база. Ну и особняком стоит Mobil 1 ESP. Видите, пик несколько выше, который говорит о наличии ПАУ. Я думаю, вопросов тут нет по базе. Матюль гидрокритинг чистый. Давайте посмотрим следующую область. Это у нас эстеры и сукцинемиды. Здесь безоговорочный лидер Polymerium X Pro 2. Посмотрите, и сукцинемидов левый горбик, и эстеров. Какой высокий пик. На втором месте идет Mobil 1 ESP. Чуть меньше сукцинемидов и эстеров. Так уже прилично меньше. После этого я бы поставил равенол сукцинемидов. Еще чуть меньше, но и до эстеров также. На четвертое место Матюль можно поставить. Видите, красная линия. Ну и замыкает всю компанию. Очевидно, Syntec Platinum. Значит, следующий график. Это наложение итальянского, значит, образца и вьетнамского. Ну, видите, отличия минимальные. Партия и партия и баз тоже отличаются друг от друга. Вот. Ну, и здесь какие-то нюансы сыграли. В принципе, достаточно сильно увеличена. Вот. База одинаковая. И давайте посмотрим. Это у нас европейский, итальянский образец. Давайте посмотрим, какие показатели у него. Так, значит, окисление и нитрование. Окисление 9,31. Нитрование 6,4. Говорит о том, что практически нет эстеров. Отличный уровень противоизносных присадок 1,12%. Фенольных антиокислителей прибор не увидел. Аминных 0,56. Ну, такой, скажем, средний достаточно уровень. Щелочное 8,63 и тислотное 1,88. Ну, для полнозольника нормально. Вязкость при 100 градусах 13,95. Типичная для сороковочки, а для третьего. Так, следующие данные. Это у нас такой же мотюль, только Вьетнам. Вот. Подписано в образце. Так, окисление 9,33. У европейского 9,04 было чуть ниже нитрование. Ну, все рядом. И посмотрите, как близко противоизносные присадки 1,11. А там 1,12 было. Одна сотая отличие. Здесь уже увидел прибор фенольных 0,08. Ну, это минимум какой-то аминных то же самое 0,56. Практически такое же. Щелочное 8,58. Ну, это уже там какая-то погрешность, какие-то сотые. И 1,74 кислотное. Ну, кислотное чуть повыше. Вязкость 11,79. Ну, все-все очень близко. Я не думаю, что есть какие-то отличия принципиальные. Вот. Масло сделано по одинаковой рецептуре. Так, следующие образцы. Это у нас уже сравнение вьетнамского и бельгийского мотюля. X-Clean плюс C3 среднезольное масло. И посмотрите, отличие 0,17. В принципе, нет отличия, можно сказать. Ну, и максимальное, кстати, совпадение тоже с равенолом 99,52. Да и ровый хай-тек 99,51. Типичные рецептуры по C3. Так, область спектра, вот видите, да, в подписи, видите, значит, там эталон и вьетнам. По базам тоже отличий нет. Какой-то минимальный, там. Меньше, наверное, погрешности. Далее, значит, это по сукцинемидам и эстерам. Ну, здесь видно, что вьетнамские, чуть-чуть ниже сукцинемидов, но там какие-то доли, наверное, проценты там, я не знаю. Ну, минимальное отличие. Вот. И показатели бельгийского масла, эталона. Давайте посмотрим. Так, окисление 14. Да, здесь уже что-то эстеровое присутствует. Нитрование 6,39. Значит, противоизносов присадок 0,68. Оцените, насколько меньше в среднезольнике относительно полнозольника 1,12, а здесь 0,68. Фенольные присутствуют, также в небольшом количестве. И аминные практически на том же уровне. Значит, здесь уже поинтереснее. Щелочное 7,52 и тислотное 1,63. Ну, тоже нормальный уровень, хороший для среднезольника. 11,85, вязкость при 100. Также типичная для С3. Далее, образец вьетнамского. Такого же масла, произведенного во Вьетнаме. Так, смотрим. Окисление было в европейском 14, здесь 13,76. Ну, тоже практически неотличимо. Нитрование 6,34. Чуть меньше противоизносных присадок на, считайте, на 8%. Ну, это минимальные такие значения. Фенольных, кстати, побольше, да, на 6 соток, по-моему, или на сколько там. Да. Аминных, ну, в принципе, рядом. 0,8, 0,76. Очень близко. По щелочному небольшое отличие, по-моему, в районе трех десяток, да, 7,21. Ну, и кислотное такое же. Ну, может, чуть-чуть не доложили. Вязкость тоже, в принципе, в пределах погрешности. 11,75. То есть, можно с уверенностью сказать, что это одинаковые масла, сделанные по одинаковой рецептуре. Ну, и давайте посмотрим на отработку. Это BMW X6, трехлитровый дизель. Пробег на масле 8,5 тысяч километров, 270 моточасов. Дистоплива прибор не увидел в образце. Значит, окисление почти 12,19,88, нитрование 10,77. Противоизносных присадок, вот это загадка. Значит, практически не сработались. Или доливка, возможно, была на том же уровне. Фенольных антиокислителей стало больше. Аминные серьезно просеяли на 71%. Кстати, аминные имеют свойство восстанавливать фенольные. Это мне недавно один специалист рассказал. Значит, щелочное еще достаточно высокое, 5,18 и кислотное 3,03. Немного просела вязкость, 11,49. Ну, самую малость. И обратите внимание, сажа 1,24. Это очень высокий уровень. Я бы сказал, при такой средней скорости уровень высокий. То есть, топливная уже здесь такая, можно сказать, подустала. Ну, пробег. Учитывая пробег, в общем-то, ничего удивительного. Так, ну и прогноз по данному маслу. Что было, что стало. Мощно-нейтрализующие свойства. 11,836 километров. 376 моточасов. Но, хочу обратить внимание, это все-таки дизель. Здесь по легче условия. Ну, по оксидам азота нормальные показатели. С вязкостью тоже вопросов нет. Ну, как по мне, отлично отработало масло. Несмотря на то, что ничего там супер-пупер в составе такого не видно. Вот, скажем так, все необходимое присутствует. Вот. Да, кстати, не забывайте поставить лайк. Кто хочет, поставьте дизлайк. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. Ну, что можно сказать. Хорошее гидрокрекинговое масло. Я не думаю, что это идеальный выбор. Но для тех, кто любит именно мотюль. Вполне себе годное масло. Очень похоже на все остальные. C3. Вот. Можно использовать. Но, мне кажется, что у того же Лукойла можно найти масло не хуже C3. Например, тот же Герман Карс использовать. Вот. Значит, это по отработке. По свежим маслам. Никакого отличия принципиального я не вижу между европейскими и вьетнамскими. То есть, не бойтесь вьетнамского. Оно такое же. Я думаю, что мотюль уверенно и четко контролирует процесс производства. И не позволяет там каких-то шалостей и вольностей. Поэтому смело можно использовать. Не бойтесь вьетнамского. Если вьетнамский, вьетнамский. А не сделан где-нибудь, я не знаю, там на просторах нашей необъятной Родины. Вот такое получилось видео. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.